Здравствуйте, дорогие телезрители! Добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить об эндокринной системе. К эндокринной системе относятся железы, которые не имеют выводных протоков, но выделяют во внутреннюю среду организма физиологически активные вещества, которые называют гормонами. Они стимулируют или ослабляют функции клеток, тканей или органов. Таким образом, фактически эндокринные железы наряду с нервной системой и, соответственно, под ее контролем обеспечивают единство и целостность организма. То есть своего рода эндокринную систему можно назвать и помощником нервной системы в этой функции. Любая система организма работает друг с другом сообща и, опять же, надо сказать о том, что и эндокринные, и нервные системы это те системы, которые друг друга регулируют, дают помощь. Ну и, конечно, когда мы говорим об эндокринной системе, то одно из самых важных понятий – это гормон. Гормон в переводе с греческого означает «возбуждаю», «побуждаю». И этот термин был впервые предложен английскими физиологами Бейлисом и Старлингом в 1905 году. Для секретина – вещества, которые образуются в слизистой оболочке 12-перстной кишки под влиянием соляной кислоты желудка. Ну а к настоящему времени открыто около 100 гормонов. Это достаточно много. И все они обладают различными функциями. Кроме того, конечно же, когда мы говорим о гормонах, я думаю, что, безусловно, их еще одна из важных характеристик – то, что они уже в малых концентрациях оказывают влияние на организм человека. Но об этом поговорим чуть позже. Я бы сказала о том, что в организме достаточно большое разнообразие желез внутренней секреции. Но несмотря на различный характер строения, развитие, химический состав, продукцию гормонов различного вида, все железы внутренней секреции имеют общие анатомо-физиологические черты. Да, вы сказали, что они являются беспротоковыми. Состоят они, как правило, из железистого эпителия. И для того, чтобы продукция железы попадала сразу в кровь, поскольку нет протоков, кровообращение в области железы должно быть достаточно выраженное. И капиллярная сеть достаточно разветвленная. Опять же, нервные окончания должны иметь хорошую связь с данной железой. Надо выделить, что гипоталамус и гипофиз – это две железы, которые, в общем-то, играют ведущую значение в железах внутренней секреции, в эндокринной системе. И выделяют как бы две группы желез. Это чисто эндокринные железы. То есть, которые мы изучаем только в эндокринной системе, да? Да, 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 да. Это только им присуща выработка тех или иных гормонов. Никаких других функций они не несут. И есть смешанные железы. К таким, например, относится поджелудочная железа. Она обладает не только способностью вырабатывать гормоны, но она ещё активно участвует в процессе пищеварения. Точно так же, как и желудок, слезистая желудка, кишечника, тоже, правда, не в столь значительной форме, могут вырабатывать гормоны и секрецию давать для, в общем-то, и пищеварительного тракта, и обладающих гормональными свойствами. Точно так же, плацента, сердце, почки, хотя они не являются непризнанными железами, да, эндокринными, но они обладают такой способностью вырабатывать те или иные виды секрета. То есть, вот такие свойства есть. Ну, а если мы поговорим о гормонах, многие, кстати говоря, вот очень сильно боятся гормональных лекарств. Я думаю, это связано с тем, что вот даже лекарственные препараты и сами гормоны, они чрезвычайно биологически активны. И каждый гормон, он тоже весьма специфичен. Итак, какие же характерные черты присущи гормонам? Ну, во-первых, это специфичность действия. И вообще, вот этот термин мы очень часто используем, когда говорим о различных составляющих живых организмов, да, те же самые ферменты и так далее. Так вот, специфичность действия. Каждый гормон действует лишь на определенные органы. Ну, иногда их называют органы или клетки-мишени. И, соответственно, функции, вызывая специфические изменения. Второе свойство, которое, наверное, известно всем, чрезвычайно высокая биологическая активность гормонов. Вот здесь можно сказать, что небольшой концентрации, ничтожной концентрации гормонов достаточно, чтобы оказать достаточно сильное действие. Ну, например, одного грамма адреналина достаточно, чтобы усилить действие, деятельность 10 миллионов изолированных сердец лягушки. А один грамм инсулина потребуется для того, чтобы понизить уровень сахара в крови аж у 125 тысяч кролик. Да, то есть получается вот ничтожная доля, да, которая вроде бы, если бы мы, например, взяли бы в пробирку и положили то количество гормона, которое нужно, да, то оно бы, ну, оказалось смехотворным, и многие просто, наверное, не поверили. Вот такие вот чудодейственные свойства. Кроме того, определенная дистантность действия гормонов. То есть в чем заключается смысл этой фразы? Гормоны оказывают влияние не на те органы, в которых они образуются, а на органы и ткани, которые расположены вдали от эндокринных желез. Также гормоны имеют относительно небольшой размер молекулы, и это обеспечивает им высокую проникающую способность через эндотелий капилляров, ну, а может, да, и через оболочки клеток. Также гормоны достаточно быстро разрушаются тканями. Именно поэтому для поддержания достаточного количества гормонов, да, то есть той концентрации, которая нужна в крови, и непрерывности их действия, необходимо постоянное выделение их соответствующей железой. И вот еще одна специфика гормонов. Вот я говорил о том, что у гормонов есть специфичность действия, то есть это значит то, что гормон действует на какой-то конкретный орган. Но еще есть у гормонов следующая характеристика, что у гормонов нет видовой специфичности. Поэтому очень часто, да, наверное, из-за этого иногда используют какие-то гормональные препараты, которые, например, получают из эндокринных желез, например, крупного рогатого скат. Из животных, да. То есть это, наверное, вот для медицины это большой плюс, потому что если бы у гормонов была видовая специфичность, то, наверное, очень сложно было бы получать гормоны, да, и это были бы очень высокая стоимость таких препаратов. Ну, безусловно. Даже если мы возьмем самый широко, наверное, используемый гормон, как инсулин, представьте, какое количество народу страдало бы, не имея возможности получить лекарство. Да, это вот, в принципе, сейчас решена проблема с использованием генноинженерного инсулина, а раньше, конечно, это была бы очень серьезная проблема. Но, тем не менее, даже вот если говорить вот о инсулине, да, можно тоже внести определенную корректировку, связанную с тем, что все-таки сейчас вот инсулин, который получен, скажем так, человеческий инсулин, все равно лучше подходит человеку, чем вот, например, да, вот свиной или бычей, который вообще там отличался на три аминокислоты. Все равно ближе к организму. Конечно, конечно. Есть разница между животным и человеком, и, соответственно, препараты, получаемые из тех или иных образцов, они более присущи человеку, более чистые, менее токсичные. То есть это действительно так. Ну, кроме того, если мы подойдем к гормонам еще с точки зрения химических веществ, то гормоны, они действуют на процессы, происходящие в клетках и их структурах. Но если мы попробуем провести реакцию, да, в такой бесклеточной структуре, то здесь гормоны никакого влияния на ход химических процессов не окажут. Я хотела бы, наверное, начать разговор о гипофизе, одной из центральных желез внутренней секреции, да, и сказать о том, что гипофиз находится у нас в черепе, да, в области турецкого седла. И чтобы сказать о том, что надо выделить, что гипофиз имеет переднюю долю, среднюю и заднюю долю. Эти доли имеют различное происхождение. А вот, если передняя и средняя доли выделены воды на гипофиз, то задняя относится к нейрогипофизу. Так вот, передняя доля составляет практически 75% общей массы гипофиза. То есть это большая часть? Большая часть, конечно. В ней выделены 5 видов клеток, которые продуцируют разного вида гормон. Значит, каковы же функции тропных гормонов в передней доле? Один из важных гормонов называется соматотропным гормоном или гормон роста. Он, в общем-то, нужен для формирования скелета, для роста скелета, костей, хрящей, то есть всего тела. То есть обеспечивает рост хрящевой ткани, да? Конечно, конечно. Если же происходит нарушение в детском возрасте, когда идет недостаточная выработка гормонов, тогда рост становится маленький. Получается карликовость. А на избыток тоже вреден, да? Избыток приводит к гигантизму. И опять же, если эти нарушения возникли в детском возрасте. То есть мы опять сталкиваемся с тем, что необходима именно нормальная концентрация гормона. Сдвиг либо в одну, либо в другую сторону уже последствия очень серьезные. Да, да. Действительно, это так. Вот опять же, если, скажем, мы говорим о том, что в детском возрасте избыток соматотропного гормона приведет к увеличению роста, к увеличению скелета, да? То если эти изменения возникли в более зрелом возрасте, тогда возникает новое заболевание, которое называется акромегалия. Проявляется оно, ну, в своеобразном уродстве, наверное. Когда выступающие части тела, это кисти, стопы, нос, уши, челюсть, становятся, разрастаются и становятся непропорционально большими. То есть вовремя замеченная болезнь может улучшить состояние. Другой вид гормона. Гормон пролактин, который, в общем-то, необходим для развития молочных желез и процессов продукции молока. Тиреотропный гормон. Это гормон щитовидной железы, который он стимулирует рост, развитие и осуществляет секрецию тиреотропных гормонов. Кортико-тропин или аденокортико-тропный гормон. Он стимулирует образование в коре надпочечников глюкокортикоидов. Это группа гормонов. Гонадотропные гормоны, отвечающие за развитие половых признаков. Это гормоны, которые продуцируются в передней доле гипофиза. Достаточно большое количество получается. И получается, любой опять-таки... То есть здесь мы опять можем рассматривать организм как своего рода химическую лабораторию. Любое уменьшение или увеличение концентрации, да, то есть синтез того или иного гормона, и уже очень существенные изменения. Конечно. Значит, продолжая разговор о гипофизе, средняя доля. Два гормона. Это интермедин или меланоцитостимулирующий гормон, который влияет на пигментный обмен, в частности, на потемнение кожи. То есть когда загар, да, например, бывает, вот там синтез идёт. Да, только здесь, если мы имеем в виду летнее время, то это активация процессов. В зимнее время, если мы не пользуемся какими-либо устройствами для загара, то эта функция несколько снижается. Это один гормон. Гормон липотропин влияет на обмен жиров, липидов. А, то есть вот как раз и название первое, липо. Да. Вот, липотропин, он влияет на мобилизацию жиров и на утилизацию жиров. Это две части, называемые аденогипофизом. Задняя доля гипофиза – это нейрогипофиз, как мы уже сказали. Она используется, служит как резервуар для хранения гормонов, таких как вазопресин и оксидации. Значит, нейрогипофиз – это не только место депонирования, но и место, где активируются поступающие гормоны, после чего они освобождаются в кровь. Значит, вазопресин или антидиуретический гормон, он способствует, усиливает обратное всасывание воды в почечных канальцах, увеличивает тонус гладкой мускулатуры, повышает артериальное давление. Это очень важная такая функция – повышение давления. Конечно. И второй гормон, который называется окситоцин, он действует на гладкие мышцы, особенно матки. И без него нормальной родовой деятельности не получается. Ну и нужно сказать, что регуляция деятельности гипофиза ведется и гипоталамусом. Нейроны гипоталамуса вырабатывают нейросекрет, который содержит релизинг-факторы. Это либерины, которые усиливают образование и выделение тропных гормонов. И статины, которые уменьшают, опять же, образование и выделение в кровь гормонов. То есть гормоны аденогипофиза, в свою очередь, стимулируют периферические железы. И по избытку гормонов в крови происходит обратная регуляция, что приостанавливается, задерживается, придерживается, если правильно сказать, стимуляция выработки гормонов. То есть надо отметить, что высшие, если так назвать можно, эндокринные железы – это гипофиз и гипоталамус. Они играют решающую роль в регуляции действия периферических эндокринных желез. Ну, а теперь давайте поговорим о щитовидной железе. Вот как раз сейчас мы с вами увидим картинку щитовидной железы. Да, и мы видим, что своего рода это непарный орган, который имеет форму галстука бабочки. Ну, и если более подробно говорить о щитовидной железе, то это железа, которая расположена поверх щитовидного хряща гортани, поэтому она и получила свое название щитовидная. Снаружи она покрыта плотной соединительно-тканной капсулой и состоит она из двух долек, соединенной перемычкой, а дольки из пузырьков разной величины – от 30 до 300 микрометров, стенки которых образованы одним слоем эпителиальных клеток. Но на самом деле масса железы у разных людей не одинакова. И цифры достаточно сильно варьируют от 16-18 грамм до 50-60 грамм. У женщин масса и объем ее больше, чем у мужчин. Но на самом деле, пожалуй, можно сказать, что щитовидная железа – это единственный орган, который существует в организме человека, который синтезирующий органические вещества, которые содержат йод. Ну и если мы посмотрим вновь на картинку, то снаружи железа имеет фиброзную капсулу, от которой внутрь отходят перегородки, разделяющие вещество железы на дольки. Мне хотелось бы еще отметить следующее, что в дольках между прослойками соединительной ткани находятся фолликулы, которые вообще являются основными структурно-функциональными единицами щитовидной железы. Ну, например, железистые фолликулярные эпители обладают избирательной способностью к накоплению йода. А вообще в ткани щитовидной железы концентрация йода в 300 раз выше его содержания в плазме крови. Йод, конечно, еще содержится в гормонах, которые вырабатываются фолликулярными клетками щитовидной железы. Ну, гормоны эти, например, тироксин и 3-йод тиранин. Ежедневно в составе гормонов выделяется около, ну, в принципе, до 0,3 миллиграмма йода. Эта цифра достаточно большая. Ведь вообще, если мы говорим о йоде, это вообще минеральное вещество, которое, в принципе, жизненно необходимо человеку, но только в очень малых количествах. Поэтому, раз выделяется йод, и выделяется он в составе гормонов, то человек, естественно, ежедневно должен получать йод как с пищей, так и с водой. Ну, также в щитовидной железе имеются так называемые С-клетки, или, как их еще называют, парафолликулярные клетки. И вот они секретируют тоже еще один очень особенный гормон, который называется тиреокальцитонин, или, как чаще называют этот гормон, кальцитонин. То есть, это тот гормон уже из названия. Название нам говорит о том, что есть какая-то связь с кальцием. И действительно, этот гормон, он регулирует гомеостаз кальция. А опять получается, что действительно щитовидная железа, она играет важную роль и в гомеостазе этого необходимого для человека элемента. Ну, а если говорить о гормонах тироксин и тетра-йод-тиранин, то тироксин, который также называют тетра-йод-тианин, и также три-йод-тиранин, так вот, они оказывают следующее влияние на организм человека. В частности, они усиливают рост, развитие и дифференцировку тканей у человека. Также они стимулируют все виды обмена веществ. То есть, это и белковый обмен, и жировой, и углеводный, и минеральный. Увеличивают основной обмен, стимулируют катаболизм и повышают теплообразование. Также повышают двигательную активность и оказывают влияние и на сердечно-сосудистую систему. В частности, они увеличивают частоту сердечных сокращений, также снижают способность крови к свертыванию. То есть, как мы видим, функции у этих гормонов, они чрезвычайно обширны. И, естественно, изменение функции в ту или иную сторону тоже может приводить к ряду заболеваний. Например, при гипофункции щитовидной железы наблюдается у детей кретинизм. Именно, наверное, поэтому часто говорят, что детям обязательно нужно получать йод. Что вот нехватка йода здесь как раз связана вот это с щитовидной железой. Да. Вот. Ну, также наблюдается задержка роста психического и полового развития и нарушение пропорции тела. Ну, а у взрослых даже может развиться такое заболевание, как миксидема. Ее еще иногда называют слизистый отек. Опять-таки, в случае недостатка йода, ну, йод мы часто получаем и с питьевой водой. Когда его практически нет с питьевой водой, человек не использует продукты, которые содержат йод, то может развиться и эндемический зуб, что приведет к увеличению щитовидной железы. Ну, а при гиперфункции щитовидной железы возникает диффузный токсический зуб. Базедова болезнь, результат которой блеск глаз, похудание, пучеглазие, повышение основного обмена, возбудимости нервной системы, тахикардия, чувство жара, непереносимость тепла, увеличение объема щитовидной железы и так далее. Опять-таки, мне хотелось бы еще сказать, что вернуться к такому гормону, как тиреокальциотонин, который участвует в регуляции кальциевого обмена, опять-таки, этот гормон, он снижает уровень кальция в крови и тормозит выведение его из костной ткани. То есть, таким образом он увеличивает отложение кальция в ней. А вот тиреокальциотонин – это гормон, благодаря которому кальций в нашем организме сберегается. И он является также и своеобразным хранителем кальция в костной ткани. Опять-таки, можно сделать вывод, что происходит, когда этот гормон вырабатывается в меньшей степени. То есть, опять-таки, мы видим, что у нас происходит такая определенная связь щитовидной железы с рядом минеральных веществ, с кальцием и йодом. И не всегда даже, если мы будем получать большое количество данных веществ, но, тем не менее, если есть какие-то отклонения, то, возможно, опять-таки, и влияние на усвояемость этих веществ. Я хотела бы сказать несколько слов в отношении щитовидной железы. Болезни щитовидной железы сейчас очень распространены. И, в общем-то, не всегда люди обращают внимание, вернее, не всегда связывают проявление болезни именно с болезнью щитовидной железы. Если мы говорим о гипертириозе, допустим, по повышенном продукции гормонов щитовидной железы... Гипер-это фактически много, чтобы слово означать. Значит, ведь возьмите особенно городского человека с его проблемами, так называемой, урбанизацией, да, чувство раздражительности, плаксивости, сердцебиений, они достаточно широко присутствуют. И обычно всё списывают на нервную систему. Обычно всё сводится к этому состоянию. Симптомы болезни очень похожи. И есть такие исследования, доступные сейчас. Это то же самое ультразвуковое исследование щитовидной железы. Проведя которые, можно уже сказать, есть ли изменения в структуре органа. Что там, полости, узлы, диффузное увеличение того или иного участка или всей железы. Данное исследование позволит предположить, заподозрить, что с данным органом существует проблема. И тогда сдача крови на определение гормонов, хотя бы некоторых гормонов, таких как ТТГ, Т3, Т4 и антигена, они позволят выявить патологию. Потому что... То есть опять мы встречаемся как раз с анализом, связанным с системой крови, да? То, о чём мы говорили в прошлой программе. Система. И тогда, имея на руках анализ крови на гормоны, да, мы можем сказать, насколько изменена гормональная функция и что следует делать. Мне кажется, вот ещё многие тоже неверно считают, что вот такое достаточно распространённое заблуждение, что если вот есть какое-то заболевание щитовидной железы, то обязательно нужно употреблять йод. А ведь если функ... В некоторых случаях это когда всё зависит от функции, да, гипер или гипо. И в некоторых случаях йод опять-таки будет даже ядом. Значит, злоупотреблять не надо. И я ещё хочу просто сказать о второй стороне. Гипотириозе, когда железа вырабатывает, ну, мало гормонов. Идёт отёчность тканей. И в некоторых случаях, особенно у пожилых людей, данное заболевание путают с проявлениями сердечной недостаточности. Но нужно сказать, что не всегда возможно сразу разобраться. Но опять же, что бы мы ни лечили, там, сердечную недостаточность, да, какие-то состояния, связанные с возбудимостью нервной системы. Если мы не принимаем препаратов, которые воздействуют именно на щитовидную железу, результаты... Это могут быть и гормональные как раз. Это как раз и будут гормональные препараты. Которые либо замещают, раз железа не вырабатывает, мы искусственно их даём, пополняя до нужного уровня. Либо препаратами приглушаем выработку гормонов, опять же, стараются этого эффекта достичь, чтобы гормональный фон придерживался на обычном уровне. То есть, опять-таки, до определённой концентрации. Если гормона много, нужно, наоборот, сделать его меньше. Если наоборот, то... То есть, мы, подтвердив патологию того или иного органа, в частности щитовидной железы, начав правильное лечение, мы получаем быстрейший эффект. И так это касается любого органа. Но просто разговор пошёл о щитовидке, поскольку, я ещё раз повторюсь, заболевание щитовидной железы сейчас широко очень распространено. Но коротко хочу сказать о следующей железе. Вот единственное, что мне хотелось бы добавить по щитовидной железе, в ряде книг я столкнулся с таким удивительным... Ну, скажем так, меня просто поразило советом. Ну, в частности, есть заболевание щитовидной железы, когда человеку требуется йод, то есть его не хватает. И там было предложено делать следующее. Брать стакан воды и туда капать несколько капель йода, который как раз у нас продаётся в аптеке. Ну, конечно, этого опять-таки делать не следует. Я вот хочу даже здесь провести определённую аналогию. Вот минеральных веществ и гормонов, да, и тут вот аналогия в чём? Что это... всего этого требуется в очень малых количествах. И мы сейчас всё время говорим о том, что концентрация... Очень важна именно концентрация, не оптимальная концентрация, а не сдвиг явный в одну или в другую сторону. И увеличение, достаточно высокая концентрация, опять-таки, йода может послужить даже, я считаю, и причиной отравления. Ну, таких, конечно, нет отравлений, что вот прям... Но всё равно это может нанести вред, определённый вред. Не нужно это делать. Всё в разумных пределах должно быть. Итак, следующий, наверное, орган, железа. Есть такая железа эпифис, или шишковидное тело. Название её связано с тем, что с возрастом она видоизменяется и принимает форму шишки или тутовой ягоды. То есть, исходя из того, что Вы говорите, наверное, это вот орган, который очень маленький, да, вот повес? Да. Это небольшое овальное железистое образование, которое находится в полости черепа. И почему ещё так называют? Потому что в этом органе происходит отложение, или так называемый мозговой песок. И вот за счёт этих изменений как раз и происходит деформация этой железы. Шишковидное тело, или эпифис, вырабатывает два вида гормонов. Это мелатонин, который является антагонистом интермедина, который вырабатывается в средней доле гипофиза. То есть, он как раз в пигментном обмене, да, участвует? Он участвует в посветлении кожи. Да, что кожа становится болезненно? Если интермедин обращает внимание, так сказать, на потемнение кожи, то мелатонин, он осветляет кожу. И второй гормон, который там вырабатывается, гломиролотропин. Он участвует в стимуляции секрета гормона альдостерона. Следующая железа... То есть, получается, вот такая, скажем так, такое железистое образование, вес которого всего 0,2 грамма, то есть практически, да, ничего. И вот столько функций выполняет. Да, да. Удивительно. Вот. Значит, следующая железа, о которой я хотела бы сказать, это вилочковая железа или тимус. Она обладает рядом особенностей, например, таким, что где-то после 25 лет она начинает перерождаться. Вот. И надо сказать, что вилочковая железа, она является так же, как и красный костный мозг, центром иммуногенеза. И когда красные кровяные тельца выходят из костного мозга и истоком крови проходят несколько стадий превращений, они преобразуются в Т-лимфоциты, которые отвечают за иммунные реакции в организме. Значит, вилочковая железа находится за рукояткой грудины в верхнем отделе органов переднего средостей. Значит, какие же гормоны она вырабатывает? Это гормоны, такие как поэтин, которые, в общем-то, опять же, участвуют в процессах их кровотворения и иммуногенеза. То есть участие в иммунитете, да? Иммуногенез. Да, 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 да. А вот. И играет так же достаточно большую роль. Ну, вот такая особенность, что по где-то достижении 25-летнего возраста она потихоньку начинает уменьшаться. Ну, что можно еще сказать? Наверное, необходимо просто сказать о таком органе, как надпочечники. Этот орган, парный орган, уже, судя по названию, можно сказать, что он располагается над верхними полюсами почки. И в строении в своем надпочечники имеют достаточно такое специфическое строение. Так, снаружи покрыт фиброзной капсулой надпочечник, который отдает внутрь органа многочисленные соединительные тробекулы и делится надпочечник на два слоя. Это корковое вещество и мозговое вещество. В свою очередь, на долю коры приходится где-то 80% от массы надпочечника. В коре различают три зоны. Это клубочковая зона, пучковая зона и сетчатая зона. Морфологические особенности этих зон связаны с расположением железистых клеток, соединительно-тканных пучков и, соответственно, сосудов. Ну, чтобы перечисленные зоны функционально были обусоблены, значит, в них вырабатываются разные виды гормонов, которые отличаются не только по химическому составу, но и по физиологическому воздействию. Ну, действительно, вот, например, физиологическое значение глюкокортикоидов, ну, в частности, таких гормонов, как гидрокортизон, кортизон и ряд других, заключается в следующем. Это стимуляция адаптации и повышение сопротивляемости организмов к стрессу. Также эти гормоны влияют на обмен углеводов, белков и жиров. Кроме того, они задерживают утилизацию глюкозы в ткани. Также они способствуют образованию глюкозы из белков, вызывают распад тканевого белка и, кроме того, они угнетают развитие воспалительных процессов, то есть обладают определенным противовоспалительным действием. Они подавляют синтез антител и также подавляют активность гипофиза. Ну, а если мы поговорим уже о физиологическом значении минерал-кортикоидов, таких как альдостерон и ряд других гормонов, то здесь, опять-таки, физиологическое значение немножко другое. В первую очередь, это сохранение в организме натрия, так как оно заключается в следующем. Происходит усиление обратного всасывания натрия в почечных канальцах. И эти гормоны, они выводят из организма калия. То есть здесь вот калиево-натриевый обмен у части определенный. Дело в том, что они уменьшают обратное всасывание калия в почечных канальцах. И они способствуют развитию воспалительных реакций, а также они повышают осматическое давление крови и тканевой жидкости. То есть вот мы здесь видим, опять-таки, как гормональные вещества, они влияют на усвояемость и сохранение в организме тех или иных минеральных веществ. Ну, например, если не хватает минерал-кортикоидов, то организм у нас начинает терять большое количество натрия. И все это приводит к тому, что изменяется внутренняя среда. И даже иногда может быть заболевание, может быть случай уже несовместимый с жизнью. Я хотела бы, наверное, продолжить. Поскольку мы сказали о том, что в коре надпочечника имеется несколько зон. Так вот, клубочковая зона самая тонкая. И она как раз и вырабатывает минералы-кортикоиды, про которые вы сказали. Альдостерон и дезоксикортикостерон. Названа она так, потому что клетки эпителия собраны как бы в клубки. И отсюда она и называется клубочковой. Пучковая зона – это та зона, где вырабатываются глюкокортикоиды. Опять же, про которые вы сказали. Но здесь уже более крупные клетки эпителия связаны как бы в тяжи. И эта зона богата очень липидами, холестерином, а также и витамином С. К глюкокортикоидам относятся гидрокортизон, кортизон, кортикостерон. Третья, или сетчатая зона, которая образована железистыми клетками, которые располагаются в виде сети, она вырабатывает половые гормоны – андрогены, эстрогены. И в небольшом количестве – прогестерон. Нужно сказать о том, что влияние половых гормонов на организм тоже значительно велико. Так вот, физиологическое значение этих гормонов, оно связано с тем, что способствует правильному развитию скелета, развитию вторичных половых признаков, нормальную половую деятельность, стимулирует процессы обмена веществ, также регулирует нервную деятельность, то есть обширное влияние идёт на организм. Это корковое вещество, все три его зоны. Мозговое вещество надпочечника тоже даёт свою продукцию. Эта продукция выражается в том, что вырабатывает мозговое вещество так называемые катехоламины, которые называются адреналин и норадреналин. Эти гормоны, в общем-то, играют огромнейшую роль, в частности, в протекании физико-химических, биологических процессов в организме, поскольку и тот, и другой гормон служат медиаторами для проведения импульсов. Значит, и нужно отметить, что адреналин и норадреналин, они могут что делать? Расщеплять гликоген в печени и мышцах, стимулировать работу сердца, расширять зрачки и бронхи, тормозить моторику пищеварительного тракта. Но, опять же, в целом, адреналин и норадреналин имеют важное значение в мобилизации защитных процессов в организме и их ресурсов. То есть эти гормоны, норадреналин и адреналин, называются аварийными гормонами. У нас, к сожалению, в рамках одной передачи мы, конечно, не сможем рассмотреть все железы. Их, все они, безусловно, важны. И мне хотелось бы отметить еще следующее, что, например, ощущение животных, например, при ссоре кошки с собакой, ярость, устрашающая поза, а также, например, ощущение человека, восторг, крики одобрения и так далее. Все это, все эти проявления невозможны без участия гормонов. И масса всех желез внутренней секреции одного человека составляет всего лишь около 100 грамм. И такое значение они имеют в организме человека. Как мы видим, не всегда, как говорится, количество у нас соприкасается с качеством. И, безусловно, эндокринная система, она играет очень большую роль в жизни человека. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания.